В Санкт-Петербурге началось одно из самых авторитетных событий в мире Невский международный экологический конгресс. Его проводят уже восьмой раз. Об опыте зеленой политики Якутии и о грядущих эко-новшествах в нашей республике расскажет Айсена Бурнашова. Данное мероприятие проводится под эгидой Совета Федерации и Межпарламентской Ассамблеи СНГ и проходит в Таврическом дворце. Девизом конгресса этого года является «Экологическое просвещение. Чистая страна». Восьмой конгресс посвящен важной теме улучшению экологического образования населения. Сегодня эта тематика приобретает особую актуальность, ведь зачастую мы даже не задумываемся об утилизации простого бытового мусора. Более тысячи участников обсудили вопросы о сохранении здоровья населения, реализации системы обращения с отходами и внедрении доступных и наиболее успешных технологий. Еще от новации этого года вместе с Комитетом по природопользованию и охране окружающей среды выключились в акцию построенного батарейки ЭКОВС. В этом проекте участвуют абсолютно все школы города. Большое внимание уделяется участие наших детей в Российской экологической акции. В Якутии 1 миллион квадратных километров составляют земли со статусом особо охраняемых природных объектов. Республика уже давно занимает одну из лидирующих позиций в России по обеспечению и сохранению экологической безопасности. И это понятно, ведь еще в мае 2005 года в Якутии был принят закон об экологическом образовании и просвещении. За эти 12 лет регион накопил большой опыт и сейчас делится эко-знаниями на международной арене. Единственным инструментом экологического просвещения, конечно, является 12-го бюджета. За счет регионального бюджета мы финансируем под программы по экологическому просвещению и образованию. Также на площадке особо охраняемых природных территорий наш сенатор Акимов Александр Константинович представит опыт работы Республики Сахая-Якутия по охране особо охраняемых природных территорий. Без агитации, без просвещения, без пропаганды зеленой политики невозможно достичь баланса сохранения зеленой природы и развития промышленности. Зеленые пионеры, акция «Природа и мы», ежегодные республиканские слеты и другие массовые эко-акции проводятся в Республике ежегодно. В текущем 2017-м финансовая поддержка вопросов экологии из бюджета Якутии составила 4,5 миллиона рублей. Новинкой в обеспечении экологической безопасности в регионе станут эко-боксы и раздельный сбор мусора. Сейчас уже разработана территориальная схема по размещению отходов. Ближе к августу этого года будет объявлен конкурс на поиск регионального оператора. В течение двух дней в Таврическом дворце спикеры и участники выработают реальные шаги по сохранению природы и совершенствованию экологического законодательства. Также пройдут тематические выставки и презентации. А в саду дворца состоится традиционная акция по восстановлению утраченных деревьев. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.